Современные тенденции развития строительной индустрии на Крайнем Севере сегодня обсуждали не строители, а ученые. Специалисты Ямальского департамента по науке и инновациям вышли на связь с представителями научных учреждений Санкт-Петербурга. Петербуржцы поделились своими инновационными наработками, которые могут быть полезны для развития арктических территорий. Впервые возможность поучаствовать в беседе получили и представители ямальских городов и районов. С подробностями Игорь Борисов. В этом году исполняется 10 лет соглашению о торгово-экономическом, научно-социальном и культурном партнерстве между Ямалонянским автономным округом и Санкт-Петербургом. В рамках этого соглашения проводится и сегодняшняя конференция. Сегодня к нам на обсуждение предлагаются следующие вопросы. Это особенности практического применения инновационных решений в сфере строительства в условиях Крайнего Севера. Это инновационные материалы и технологии и оборудование в сфере строительства. Ямал – одна из немногих территорий России, где строительная отрасль продолжает бурное развитие, даже в условиях экономического кризиса. Поэтому округ представляет интерес для организаций, работающих в этой сфере. Санкт-Петербургской стороны участие в конференции приняли представители девяти научных учреждений и промышленных компаний. Нам нужно укреплять и усиливать вектор сотрудничества, направленный на инновационное развитие региона, сотрудничество с компаниями Санкт-Петербурга, занимающимися новыми технологиями в области агропромышленного комплекса, жилищно-хозяйственного сектора, транспорта, строительства и так далее. Поэтому сегодняшний семинар, безусловно, для нас очень важный. Особенности строительства, в том числе дорожного, в условиях Крайнего Севера, инновационные технологии, материалы и оборудование, адаптированное к тем условиям, и вопросы их практического применения, разработанные в Санкт-Петербурге, вызывают интерес и на местах. На сегодняшний день мы видим, что в городе какая-то ситуация не очень складывается удачная. Там провалы на дорогах, оттаивает вот все. Поэтому нужно, наверное, этот вопрос было поднять давно. Но, если уж Петер взялся за это вопрос, то, наверное, какие-то подвижки будут. Для нас, может быть, какая-то информация будет очень полезная, чтобы в дальнейшем избегать таких ситуаций, как была у нас по дороге Апска. Через неделю в аналогичном формате Петербург, Целехард, Кемальские муниципалитеты будут обсуждены инновационные технологии для обеспечения энергоэффективности и энергосбережения. Игорь Борисов, Максим Мячин, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова